Друзья, всем привет. Очень херово себя чувствую после вчерашней попойки на яхте. Но уже сегодня мы приехали в Бодрум. Будем заселяться в самый дорогой отель в этом регионе. Нихерасен номер... Вот это то, что надо. Это этот, как его... Европейский минимализм современный. Ого. Посмотрите. Ого, кровать какая классная. И тут везде так кондюры понаваливали очень хуже. Посмотрите. Вот это все, это наша территория. Охерить можно. Бассейн свой. Топчан, стол. Я на самом деле очень рад и очень удивлен, но по мне не особо это видно, потому что чувствую себя ужасно. Меня за этот день стошнило, я не знаю сколько. Раз 15 уже. Я не знаю, что это значит. Это не просто там, знаете, перепил и я не прям, что сильно много выпил. Я нормально себя чувствовал. Наверное, отравился чем-то или хер его знает, как мой организм уже реагирует на алкоголь. Я и так об этом уже не раз задумывался. Да и вы и слышали в моих предыдущих видосах. Но сейчас я уже точно понял, что мой организм мне уже дал понять, что надо прекращать с алкоголем. И это я не то, что там на день, на два или просто меньше пить. Мне кажется, что пора и вовсе прекратить пить хотя бы на каких-то полгода. А там будет видно, как я буду себя чувствовать. Фамилия Бич. Прогуляемся с вами к морю. Спуск в воду не особо, конечно, приятный, но место очень красивое. Я думаю, что завтра можно будет здесь искупаться. Пиздец. День второй, а праздник тот же. В итоге не стало мне лучше. Позвонили в страховую и вызвали скорую. Скорая уже приехала. Буду обуваться, одеваться и будем ехать в больницу. Ну что, ребята, вот капает меня. Иголочку воткнули. Мешочек висит. А я флешбеки ловлю с предыдущего видоса, там, где мне капельницу чисто по приколу вставили. И Влада рядом сидел, осмеялись, все было хорошо. Вот сейчас немного уже не такая обстановочка. Очень круто, что Саша приехал меня поддержать. Вызвал скорую, кстати, сам предложил. Кирюшенька. Кирюша остался в ресторане поглощать еду. И ни слова не спросил про Богдана. Пишет сыры про еду. Не, ну, блядь, никто ж не умер, я ничего не говорю. Но Саша там предложил Кирюше съездить в больницу, там, что-то поддержать как-то. Заходит, видит, как лежит и Богдан. И я говорю, что скоро приедет скорая забирать Богдана. А Кирюша говорит, так это мы идем в ресторан. Смотрите еще, какая у меня кровать. Хотел сказать, что кровать, блядь, как в американских фильмах каких-то. Ну, потому что украинским больницам еще очень долго до такого максимума какую-то советскую с пружинами кровать покладут и все. Так долго оно капает, это ужас. Что, друзья, докапали меня наконец-то, Саша все это время находиться рядом, присматриваясь. Ну, что тебе реально помогло, когда я себя вообще удивлен, что такое эффект. Уже спазм этот тупорылый прошел, и я наконец-то смогу выспаться. Ничего не могу рассказывать, сил абсолютно нет, несмотря на то, что уже меня попустило. Высплюсь, и завтра вам обо всем расскажу. Все, поехали домой, хватит рассказывать. Друзья, две недели уже прошло, и моя инвестиция в Авалон ЛТД уже отработала. Так, переходим с главной страницы сайта в личный кабинет. И вот мы видим, что доступные средства это 120 тысяч рублей, ребята. То есть, всего за две недели ничего не делая, и я получил практически 21 тысячу рублей пассивного дохода. Я, конечно, понимаю, что и инвестиция в 100 тысяч рублей, она не маленькая, но как бы 21 тысяча рублей просто вот так. Согласитесь, это приятный бонус главному источнику дохода, например, к зарплате. Так, ребятки, свободные деньги у меня сейчас есть, поэтому абсолютно всю сумму мы сейчас копируем и отправляем на реинвест. В этот раз я буду создавать инвестицию на 7 дней. Все, как мы видим, депозит успешно создан. Ну и я напоминаю, что инвестировать в компанию Авалон может каждый, потому что минимальная сумма инвестиций всего лишь 100 рублей. И точно так же каждый может выбрать для себя подходящий тариф, потому что их целых 4 штуки на сутки, неделю, две недели или месяц. Поэтому переходите по ссылке в описании, ознакомливайтесь и начинайте зарабатывать. Ну что, дорогие друзья, с добрым утром. Как вы видите, я ожил. У нас здесь был вот такой вот завтрак. На весь стол тупо нам заложили еды. Принесли, кстати, прямо сюда в номер, не пришлось даже выходить в ресторан с утра. Сейчас же вам попытаюсь объяснить, что за метаморфозы происходили вчера с моим организмом. Я до конца так и не понял, чем тошнота и рвота была спровоцирована. Но предполагаю, что это все связано с тем, что у меня практически, я не знаю сколько, блядь, неделю подряд были очень жесткие нагрузки. И в том числе алкоголем на мой организм. Как вы все знаете, я ездил во Львове, там два дня подряд были вечеринки. Туда пять часов на поезде, обратно, то есть организм устает. Буквально через день я сел в самолет, был ночной рейс, мы долго ехали, это также нагрузка. По прибытию в Турцию мы были на яхте, на яхте немного укачивало. Также выпивали там много алкоголя и ели непонятную еду, которую мы, кстати, покупали в магазине. Может быть и с этим что-то связано, я не знаю. Ну и еще спустя сутки пребывания на яхте нам предстояла длинная дорога из Даламана в Бодрум, куда мы, собственно говоря, как раз сейчас и приехали. Весь день, начиная с самого утра, меня тошнило. Я постоянно бегал в туалет, я за весь день ни хрена не сел и не выпил. Я даже когда пытался попить воды, она сразу же у меня выходила обратно. И это, в общем-то говоря, было ужасно. По дороге, естественно, прямо в автомобиле ни о какой медицинской помощи и речи быть не могло, поэтому сразу же по прибытию в гостиницу мы позвонили в мою страховую службу. К нам прямо в гостиницу приехала машина, меня отвезли в больницу, поставили капельницу, увезли обратно. Мне стало лучше, я выспался и, как вы видите, на утро у меня уже все в порядке. По поводу полисов страховки и всего остального, если кто-то там не сильно разбирается или не часто путешествует, обычно, если вы покупаете какие-то туры пакетом, то страховка вам уже сразу включена, об этом позаботился ваш турагент. Но если вы путешествуете самостоятельно так, как я, кроме покупки билета на самолет, вам также необходимо позаботиться о том, чтобы у вас была страховка. Если кому-то интересно, как выглядит страховка, то примерно вот так. Это обычный PDF-документ, который я себе сохранил на телефон, то есть я даже не распечатывал вот эти бумажки и не возил с собой. Это сейчас никакая не реклама, может быть, просто кому-то будет полезно. Страховку я всегда покупаю на сайте МАУ, там есть раздел с дополнительными услугами. Я купил себе страховку на 10 или 11 дней, и обошлась она мне там в 210 гривен. И вот, как вы видите, конкретно в этот раз она была мне как нельзя кстати. То есть 200 гривен заплатил, зато потом в случае чего, не дай бог, ты там что-то себе сломаешь, или какой-то ожог получишь, или укус какого-то там животного. Тебе сразу же окажут помощь, и причем это все будет абсолютно бесплатно. Пришли мы к морю, и уже с утра здесь вид, конечно, гораздо красивее. Ну и я как бы себя уже отлично чувствую, поэтому сполна могу насладиться всем этим. Кирюша, как тебе гостиница? Меня поражает то, что тут растут вот эти всякие штуки. То есть тут прямо на территории виллы встроено как ботанический сад. Да? Реально такие? Я гуляю как бы по ботаническому саду, и тут разные все реально. Тут вот такие вот есть кактусы. Ну это, наверное, самая красивая гостиница, в которой я когда-либо бывал. Мега дорого, но тут очень круто. Вот это, блядь, шик, блеск и люкс. Действительно, название оправдывает. Максимальная Греция, вот я чувствую, что оно как-то... Ты был в Греции, что говоришь? Кирюша, ты не был в Греции. Кирюша сорвал маслину. Вот, она или маслина, да, она спелая, должна быть, потому что мягкая. Я надеюсь, это не гигантские его волчьи ягоды там какие-то. Ты потом не будешь рыхать еще весь день, как я вчера. Странная на вкус, что мне не понравилось, не похоже, да. Блин, ну я в восторге, конечно, тут просто красивенно. Посмотрите, и вот такие вот виллы по всей территории. Бодрум очень красивый и, конечно, радует. Ну что, друзья, присели мы все возле мейн-пула, так называемого. Посмотрите, какой огромный, красивейший бассейн. Из всей публики только мы втроем, и вот одна девушка лежит. Все, больше никого. Мы с Кирюшей сегодня продолжаем Дни здоровья, а Саша уже с самого утра выпил Бейлис. Не смог настроиться на волну. Я постепенно, чувак, выхожу с алкоголизма малыми дозами. Ну, а я так решил, что даже маленьких доз мне пока не надо. Буду резко. Да, ты шо. Конец. Конец. Конец.